меня зовут сергей золотарев я senior.net разработчик и тем лид по совместительству в дейта сегодня хотел бы поговорить о алгоритмах и структурах данных а более конкретно о структуре данных binary heap почему я хотел бы не поговорить потому что они почти никто не знает то есть я даже не рискую сейчас спрашивать поднимать там руки знает кто-то или нет просто чтобы уже как надоело спрашивать я все-таки думаю что мало кто знает но в то же время она является основой многих алгоритмов то есть может так получиться что вы как бы работаете да вам нужно хоть задачу решить но вы не решите оптимальным способом потому что просто не знаете об этой структуре данных презентация будет разделена логически на четыре части первая часть это просто общий разговор про алгоритм структура данных небольшой далее мы приступим к определению что такое binary heap далее рассмотрим алгоритмические задачи основные на ее основе и в заключении рассмотрим альтернативы и и использование в дотнете почему альтернативы потому что тот на эти просто нет ее реализации стандартной то есть мало того что никто не не знает может быть и майкрософт и они в то время не знали не знаю почему но и не включили стандартную реализацию то есть у нас есть дикшнери листы там всякие сорта дикшнери но нету binary heap а потом можно задавать вопрос с удовольствием на них отвечу если никто не против можно приступать первому слайду который говорит о том что binary heap это структура данных такая же как по задумке там массив или лист или дикшнери да то все то что хранит себе данные по определенным правилам то есть в эту структуру можно данные записать можно прочитать я рискнула все-таки заявить о том что как бы действительно такие на хорошие знания или просто нормальные просто нормальные знания поговорить структуру данных они должны включать себя binary heap то есть если вы как бы декларируйте где-либо что вы знаете алгоритмы структуры мы не знаете binary heap это как red flag то есть вы что-то значит не очень хорошо знаете на самом деле алгоритмы структуры почему я так говорю ну во первых на binary heap он как бы описано в классических курсах вот например на курсере есть два курса от стэнфордского университета и там рассказывается про heap о чем довольно много и приводится интересные примеры использования и во вторых то что binary heap является как бы входит шорт листа структур данных которые входят которые обязательно до для кандидатов при прохождении интервью больших технологических компаний таких как facebook amazon google и других кто не знает как переводится фанк знает некоторые знают то есть там прям вот кто там интересуется может зайти посмотреть требования какие требуется binary heap это на самом деле их а не много этих структур данных она одна из них конечно знание по горит структур данных не исчерпает столько лишь binary heap то есть не нужно на ней там сильно зацикливаться или считать что есть я знаю binary heap то я знаю алгоритм конечно нет и еще что хотел бы сказать то что есть действительно хотите прокачать свои навыки и умения алгоритмах то не только теорию нужно заниматься а еще решать тренировочные задачи вот на этих двух платформах на самом деле мне больше нравится лет код платформы потому что ну как то так получилось да то есть она специально было создано для решения алгоритмических задач в то время как хаки ранг сейчас уже предлагает там решение только алгоритмические многие другие задачи на других языках программирования то есть вы допустим заходите на лид код до ищите там какую-то проблему там бывает проблема трех уровней простые проблемы средние уровня и сложные проблемы и начинаете ее решать причем решение желательно строить в таком виде вы сначала находите самый такой грубое решение на brute force solution называется brute force грубая сила вот и даже перед тем как ее реализовывать и нужно подумать а если лучше solution чем этот brute force то есть для того чтобы найти лучше нужно понимать в терминах бегу аннотации что-то то есть бегу учет знакомые бегу of n бегу of log n да только сколько занимает там добавление структур данных на чтение из нее и прочее то есть вы если вы не знаете структуру данных нормального в плане бегу аннотации то вы закончите этим brute force алгоритм и дальше не пойдете но то что я часто наблюдаю это когда человека решая задачу он просто останавливается на brute force и дальше не идет то есть сейчас среди девелоперов сделать алгоритмический тест на изи проблему след кода то едва ли кто-то дойдет выше brute force алюшн я вас уверен просто просто уже имеется определенный опыт то есть вот собственно это вся презентация мне тут то что про байнари хип структуру данных который никто не знает а то чтобы вы как бы вынесли из нее то что если вы думаете что вы знаете алгоритм но не знаете ее то лучше все таки как бы заглянуть себя и налетку и так перейдем после этого демотивирующего слайда на к следующему слайду который собственно про байнари хип она бывает двух типов это мин хип и макс хип что мин хип что макс хип представляет собой комплит байнари 3 то есть байнари 3 интуитивно понятно что у него не может быть более 2 где тогда быть 0 или 1 или 2 а комплит означает что у него в последнем уровне он может быть не до заполнена то есть все уровни заполнены последний может быть не до заполнен но нет такого что в предпоследнем узле вот есть right child но нету ли левого детеныша то есть они все вот эти вот узлы подходят слева плавнен и второе свойство байнари хипа это то что паром случае мин хипа меньше либо равен своих детей макс хип он больше либо равен своих детей вот и все вот это есть мин макс хип зачем она часто используется потому что вот этот вот элемент который называется рутовым элементом минимальный максимальный элемент его очень просто узнать то есть если иметь такую структуру данных то узнать его это constant time если бы просто в массиве была задача найти минимальный элемент вы бы начали его наверно проходить искать если вы храните данный так то ничего этого делать не надо он уже на поверхности режим это отчасти объясняет почему ее любят эту структуру данных жадных алгоритмов то есть когда вот на каждом этапе вот принимать очень жадный человек если какой-то он пытается есть подходит к столу жадной до еды он пытается взять чего повкуснее сразу не думаю кстати о полезности то есть он бы вот эти все блюда да если бы он сделал из них байнари хип он бы сразу брал самый вкусный без проблем чем вот искать глазами приступаем к следующему слайду про реализацию то есть вот этого дерева есть две две реализации реализация через массив когда за счет свойства того что это комплит именно 3 можно засунуть все эти элементы в массив они будут лежать непрерывно в этом случае формула расчета такая берем любой вообще индекс то есть если это пирампы чего-то то индекс и у чайлов является по этой формуле для примера вот макс хип если мы берем рутовый элемент у него паранта индекс 0 значит у него чайл до индекса какие будут то есть его дети они вот 6 и 7 давайте для тренировочки просто у семерки какие вот детки по значению по индексу значение это индекс она ну а элементы 1 и 2 принципе правильно то есть таким образом уложили binary 3 до в массив и можем им теперь пользоваться какие же операции псевдо на псевдо языке да потому что баннер хип нет стандартной реализации все ее реализуют как хотят но псевдо операции следующий пик это взять именно рутовый элемент просто прочитать его это constant time вообще без проблем то есть нулевой элемент массива поп уже посложнее да то есть это вытащить из хипа этот рутовый элемент и в то же время оставить после этого хип чтобы там были все другие элементы и обладающих property хип я не будущее вдаваться в реализации как это делается вот о потому все остальные это кстати интересная и довольно простой алгоритм как это делается элегантный но это занимает логарифмическое время то есть опять же вот если бы у нас был просто массив не хип и нам надо было вытащить оттуда минимальный элемент мы бы его сначала нашли что заняло бы сколько в бегом нотацию в худшем случае n а потом бы мы его вытащили причем сместив все элементы еще то есть заметьте разницу если n 1 миллиард 10 и 9 то логан если брать просто группу по основанию действия сколько вы 9 то есть сравните миллиард операций 9 операций по вытаскивание то push а также занимает логан это добавить любой элемент хип далее есть интересный метод хиппифа это есть у вас просто есть коллекция не обладающая хиппроперти обычный рэй вы можете так там в нем допустим переставить элементы что это получится хип или сделать новый рэй из этих же элементов которые будет обладать хиппроперти это называется метод хиппифа он занимает линейное время причем сразу так его и не поймешь почему линейное время то есть надо немножко подумать кто будет дальше разбираться ну и просто достать количество элементов опять же константы то есть простая структура данных которая заточена на топовый максимальный минимальный элемент здесь приведем сэмпл код автор перед вами никакие авторские права не нарушены здесь мы создаем мин хип сетпати реализация мин хиппо которая принимается произвольный там рэй и как только она приняла в конструктор она его с хиппифицировала то есть она вызвала хиппи фай внутри себя и дальше можно с этой хипп работать то есть есть аккаунт изначально был как бы 6 потом мы вытащили минимальный элемент выдернули до его из хиппо и смотрим к он стал 5 при это минимальный элемент у нас вернул там единичку потом мы просто читаем это минимальный элемент это пик аккаунт после этого не изменился да то есть после единички то минимальный двоечку то есть еще раз напоминаю constant time вместо того чтобы мы шли искали ну и далее там добавляем элемент операция push экстракт минус 5 экстракт и смотрите мы каждый раз экстрактим минимальный действительно вот один за другим экстракт с минимальным значением можно этим заниматься пока не упустошить рэй не получите исключение какие реализации binary хипп хотел бы привести начать проверить икью но все же скажу что binary хипп выдумывалась прежде всего для хипп сорта то есть это алгоритм сортировки in place алгоритм который не использует никакой дополнительную память а все делать на месте то есть у вас есть массив вы его туда и сюда и за через хипп и он друг стала сортированы я опущу этот момент с хипп сортом потому что есть другой замечательный in place алгоритм сортировки имя которому кто скажет да который очень хипп сорт он в тени находится этого хипп сорта поэтому начнем с проверить и кило в общем по характеру хипп это в общем то есть про юрий текил то есть когда вы массив можете добавлять любой элемент обладающий скажем некоторым в эллили проверить и а потом вам нужно забирать элемент максимально проверить и делать это дешево то есть без хиппо можно было в принципе добавлять дешево да то есть класть в конец массива но get next занял бы линейное время то есть это вообще надо искать трейдов то есть понимать у вас сколько читаете сколько в этом напишите в эту структуру данных и есть примерно одинаковое количество то конечно постоянная запись до с постоянным о и чтение линейное это хуже чем алгоритмическая поэтому можем тут воспользоваться binary хипп но я и говорю что хипп это по характеру проверить и китаясь это просто макс хипп который мы засовываем элементы считаем максимальное значение то есть это жизненная ситуация у нас у всех есть какой-то но ли сделал да у каждого есть приоритета у этого дела какой-то просто можно завести себе где-нибудь в комнате виде хипп бросать туда эти задачи и просто брать самый верхний вот это будет быстро есть опять же авторский код где хипп макс хипп инкапсулирована в класс проверить и кьюн то есть код может говорить сам за себя добавляем хипп вытаскиваем из хиппина получаем хипп аккаунт айтем обладает двумя свойствами чисто символическими это priority и description если перейти к клиентскому коду то собственно создание priority kill что важно сказать это нужно либо чтобы айтемы которые в хиппе были i-comparable на реализовывали либо нужно указывать компаратору ручную например здесь компаратора по priority смотрим и мы добавляем смотрите 3 айтема 1 priority 3 и 2 и когда мы вызываем в цикле get next у нас получается они в порядке в нужном нам вытаскиваются следующий аппликейшен это топки элементов то есть у нас имеется входной поток данных и нам нужно из них все время от иметь вот из того из всего что мы видели в этом потоке топки элементов но это тоже жизненная задача да то есть это какой-то рейтинг чего-то что мы там видели вот топки топки или bottom key все равно как ее можно решить без хипп то есть можно конечно каждый раз при поступлении нового элемента то есть вот был вот такой потом четверка пришла соточка пришла семерка пришла можно искать минимальный самый элемент да и заменять его там в общем это все равно линейное время если это дело без хипп то есть поясню этот пример а вот четверочка пришла она ничего не вытеснила да вот он наш топки рис пришла сотка она вытеснила пятерку потому что она понятно вот это теперь топки пришла семерка она вытеснила шестерку то есть вот это и есть топки этот модель помощью хиппо решает следующим образом мы каждый раз при поступлении нового элемента из стрима добавляем его в мин хиппо а если размер мин хиппо начинает превышать кей мы просто экстрактим минимальный элемент из мин хиппо теперь все кей элементов которые у нас будут мин хиппо они представляют собой топки и номер то есть гениально и просто здесь представлен класс который инкапсулирует мин хиппо да и вот в рид некст то есть это считывание с потока некоторого числа мы добавляем хиппо там делаем проверку на общем-то хиппо каунт и если что экстрактим мин причем мы даже не заинтересованы это минимума просто выбрасываем потому что мы имеем в хиппо кей плюс один элемент выбрасываем минимальным потому что нам надо топки если говорить о вычислительной сложности то рид некст то есть добавление хиппо занимает алгоритмическое время и получить вот эти топ элементов это собственно кей то есть явно уже уже вот вот это поддержание сама да уже нелинейное время занимает алгоритмическое окей следующая задача который я даже не думал что можно решить таким способом это find median в потоке ну или просто в массиве в каком-то то есть у вас есть не сортированный массив данных или там поток данных но которые вы в состоянии сохранить к себе и вам нужно найти медиану на то есть медиана это всегда про сортированные массива то есть смотрите вот не отсортированный массив вот отсортированный массив и медиана какая будет здесь смотрите сюда то есть медиана в случае если четное количество элементов массиве отсортированного она равна среднем арифметическому центровых вот этих элементов если же количество элементов нечетное то медиана равна вот как раз этому центрового единственному элемент троечки то есть как эту задачу можно без хипа решать на брутфорсом мы просто берете там добавляете вот следующий элемент массив какой-то в конец сортируете воды сколько сортировка может занимать терминах бегал и собственно тогда получение медианы но тут зависит а либо добавление будет инвагин занимать далее либо если мы это делаем find median методе то он будет занимать оригинальное решение с помощью хипов то есть мы делаем два хипа вот кстати два и более хипа это целый паттерн алгоритмических задач и очень интересные жадные алгоритмы реализуется с помощью двух и более хипов но в частности этот то есть мы добавляем получается элемент вот из нашего потока все элементы вообще они сидят в этих двух кучах минимальный максимальный вот у двух этих куч у них примерно одинаковый размер то есть они максимума может отличаться по размеру на единицу друг по другу и для вычисления медианы мы в общем-то используем что как вы думали в этих кучах роты да вот эти самые на то есть вот отсюда вот арут берем отсюда рубил вот есть перейти к конкретному примеру здесь я как бы разделила по времени на потому что все не влазило то есть вот это допустим макс хип макс да хип а вот это мин хип получается приходит пятерочка кладем макс хип приходит троечка опять макс хип потому что она меньше как бы рута вот этого макс хип видимо что требуется балансировка потому что здесь два элемента хип и здесь ноль балансировка означает просто переезда рута вот этого хипа в другой хип 35 все сбалансировано приходит двоечка помещаем ее у макс хип приходит шестерка в мин хип потому что она не может мы ее сюда в общем потом приходит семерка мы ее опять значит помещаем сюда в мин хип а потом восьмерка опять ребалансируем то есть вот есть поглядеть на любой момент времени когда они не требуется ребалансировка на то в медиану как можно вычислить но например вот в этом случае мы имеем четное количество элементов в массиве то есть медиана будет равна чему в этом случае 5 рут до 5 плюс 6 делим на 2 5 с половиной то есть вот это рутовые элементы хип а вот в этом случае медиана чему это четное кстати количество но тоже давайте посчитаем 4 потому что 3 плюс 5 делим на 2 случае нечетного вот этого скажите сколько будет 5 вот это то есть берем рут из хипа с большим размером то есть данном случае собственно добавление элементов и их ребалансировка занимает логен да а вычисление медианы constant time то есть вообще восхитительно с моей точки зрения следующая задача такие вы и мерш когда у вас как-то получили всякие отсортированных массивов и вам нужно их смержить в один отсортированный массив я я что-то похожее встречал на придиус вот задачи вот что-то такое на когда у вас там какие-то джоба отработали до вас получили эти массива потом у нас все смерть вот как это можно в лоб брут форсом делать какие-то идеи есть правильно сколько это будет занимать если общее количество м м логин про более такой продвинутый брут все же не не самый лучший салюшен это работать с чем как вы думаете но подскажу с топовыми элементами этих массивов то есть мы между двойкой единичкой тройкой проходимся выбираем минимальный элемент и берем его кладем в аутпу тары при этом сдвигаем счетчик вот в этом рейда на 1 то есть следующее будет 5 и повторяем эту процедуру вот сколько будет в терминах бегал занимать вот этот алгоритм по времени вот поиск поиск среди топовых минимального сколько занимают если их все окей этих массивов кей а сколько надо раз это все сделать n то есть кей баен произведение кей на n то есть это уже я даже не знаю что хуже на какие байна там надо сравнивать хип тут как может помочь ему просто вот эти толпы элементы вместо того чтобы бегать по ним и их помещаем в хит в мин хит вот если мне будет храниться кей топовых элементов и мы просто из нее экстракте минимальный врезал вот после этого как мы за экстракт для минимальный врезал нам надо восполнить это минхида потому что не стал к минус 1 и восполняем ее элементом из какого массива следующим как вы думаете правильно с которым забрали вот более такой на мой взгляд понятно может не сильно понятный вам будет пример когда мы положили все топовые элементы в мин хит взяли единичку то есть вот рут и поместили в аут тут и вместо единички то она принадлежала второму массиву да мы взяли и поместили пятерочку сюда мин хит и потом это процедуру повторяется давайте посчитаем тайм комплекте какая будет как может угадает а не знаю то есть было кей н а сейчас правильно то есть выигрыш бинго ну переходим к заключительному разделу презентации это альтернативы вообще вот хочу пожаловаться на на все это то что когда приходишь на лид код и пытаешься там решать что-то с помощью хиппо все таскают свои класс туда вот любой солёшин откройте вот на это вски практически все своими классами приходит потому что но нельзя по другому вы не можете ничего больше заюзть кроме сорта цвета то есть это уже из коробки классов на эти есть но она вроде похож вроде не очень на хик то есть это обычное двоичное деревья дерево поиска двоичное уже понятно почему до поиска почему ну потому что у него каждый перрон то больше именно больше они больше либо равен потому что тут все элементы уникальны он больше левого чайл да но меньше право чего то есть вот как можно здесь как вы думаете сколько в этом дереве будет занимать поиск про просто узнать минимальный элемент сколько логом да потому что мы вынуждены спускаться по этому дереву сюда кстати обратите внимание это сбалансированное дерево да то есть если в это было не сбалансирован то нам занимал в худшем случае сколько стоит удалить минимальный элементы скучь тоже логин да его надо сначала правда найти потом его надо выдернуть сколько стоит добавить элемент сюда то же самое и что там остается посмотрим ну в общем то остается ничего кроме как преимущество да то есть все таки одно преимущество на мой взгляд это то что можно легко удалять ну как сказать вот хиппи нет интерфейса в классическом хиппи для удаления элемента произвольного из хиппо то есть это надо немножко изощрять не то произвольно повыли здесь же можно это легко сделать слогаем то есть если у вас задача какая-то стоит и нужно как бы взвешивать где-то может вам и не надо там пик этом делать и вот эти вот операции сходятся вполне можно обойтись и сорта цены собственно код создаем сорта цвет а еще позвольте напомнить что все элементы unique на пусть это то что хиппи они нет такого ограничения то есть приходится шаманить если вы хотите добавить например два этим с одинаковым правил рите в сорте цвет вам нужно вводить еще один какой-то параметр типа идишник какой-то или таймстэмп а когда был создан это то есть почем то еще нужно вводить уникальность это раздражает надо здесь мы добавили три уникальных элемента аккаунт по-прежнему один то есть остается насколько я помню самый последний элемент далее мы добавляем там не учета и опять же то есть нет единой операции экстракт мин да нужно сначала и найти потом за ремонт собственно хочу поделиться ссылками для того чтобы вы пошли начали улучшать свои знания кто хочет алгоритмах то есть замечательное видео из ютюба и вообще замечательный плейлист по алгоритмам также можно посмотреть именно вот в том стэнфордском курсе который я упоминал на курсфере хипп проблем на лидкод их там много и собственно говорят эти всякие реализации хиппо вот и ну и как бы вот почему я выбрал именно хиппо не другую структуру данных трой например который тоже скорее всего никто не знает узнает от рай давайте так не стыдно не стыдно если вы не знаете но если знаете хорошо потому что она реально специфичная структура там для работы с строковыми ключами хиппо не знать это так себя чревато то есть вы попадаетесь на большой проект какой-то извините на большой какой-то проект распределенных в котором есть big data да и там большие н и вы делать квадратичные алгоритмы его попадаете на этой ноте я хотел совершить презентацию спасибо большое все эти вопросы можно задавать я не знаю нужен ли нам микрофон для вопросов так да это вот в это вот может быть сейчас вот смотрите это она пришла после ребалансировки то есть пятерка пятерка должна была переползти оставив после себя четверку здесь я даже знаю кто получит один из приз спасибо большое но как без багов презентации не знаю чем в коде можно баг делать а в призе не к двор слугу но норм или нет для алгоритмическая задача но честно говоря не работал с ним то есть я даже вот алга эксперта есть что-то слышал про код ворс как-то сразу вот попал вот на лет код то есть платные подписки даже делал чтобы видеть решение задач бесплатно вы не увидите решение и как-то мне вполне достаточно в какой там google competition с не участвовал нет 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 в лет коде опять же есть к нему общаться там есть к конту стон по называется ли как викли контус дали как-то так они выдают каждую неделю задачки и у них тоже есть рейтинг то есть можно там решать займешь свое место могу вам спасибо что сказал посмотрю спасибо большое замечательная статья вот заметил не знаю насколько я прав не прав есть замечательный алгоритм деревоотрезков насколько я знаю он в общем-то под капотом очень сильно напоминает кучу он здесь не затронут он не так часто встречается дерево отрезков вообще не не слышал о таком алгоритме я хотел бы следующий подчеркнуть что вот то что я говорю про лет код на это что я говорю про алгоритмы то что кстати binary heap не не обязательно как искать недостаточно но необходимые условия то есть вот то что вы сказали дерево отрезков она на него вряд ли найдете даже вот эти задачи на редко и и на других платформах то есть это можно говорить о нескольких вещах да то что этот алгоритм он на не так часто используется вот в реальных там в компаниях каких-то продуктовых на на больших алгоритмах то есть вы меня как раз поймали на получается вот на вот этом то есть то что вы знаете это адванс топик хорошо но сожалению не могу ничего прокомментировать ну я могу кейс привести это когда нам нужно выбрать есть элементы нам нужно с какого-то какой-то выбрать последовательность найти какую-то последовательность последовательность с определенную с определенных индексов например ну максимум но он же решается наверняка с помощью каких-то элементарных структур данных правильно на хиппе сделаны то есть вот мы сейчас видим алгоритм который все алгоритмы они основан на структуру данных правильно то есть вот прежде всего я считаю что по моему опыту что важнее знать структуру данных чем то есть алгоритмами потому что вы ими пользуетесь для ваших алгоритмов согласно с этим но это хорошо что о нем сказали почитаю посмотрю как он на как там хипп используется хотел спросить использовал ли ты эту структуру где-то у себя в проектах вот можешь какой-то рил кейс провести нет честно скажу не использовал но я использовал другие структуры данных вот то что мне дал лид код то что я сейчас смотрю на задачу я вижу много вариантов решения если эта задача решает с помощью хиппе его найду то есть то что я не встречал я не хотел никого демотивирую что она реально не нужна она встречается везде и всюду это структуру данных просто мои задачи они может не соответствует да вот может и у кого-то большие данные что-то еще какие-то высоко нагруженная система где вам прям важно на данный момент у меня нет такого она высоко нагруженная система но я не находил вариант используем убираем лучшие все были хорошие ну собственно говоря мне задавали три человек получается дали нет или ошибаюсь поэтому давайте этим трем людям отдадим если говорить о лучших то то все были хорошего ничего что теперь я понимаю сашка он там выбирал все спасибо больше